Привет! Сегодня мы с вами поговорим про GitHub Codespaces, такую систему, которая позволяет вам запускать ваше окружение для разработки прямо в браузере, в любом браузере, где угодно. Это все очень крутая технология, и вот совсем недавно мне GitHub прислал приглашение проверить их B2 попробовать, точнее, я подписался, они мне прислали, и я думаю, у многих уже это приглашение есть, у некоторых нет, но я думаю, скоро появится у всех. В общем, давайте посмотрим, зачем нужны GitHub Codespaces на очень простом примере. Не знаю, как вы, но я все чаще пользуюсь GitHub на ходу, то есть даже до того, как они запустили свое мобильное приложение для мобильных платформ типа Android и iOS, я раньше заходил на их мобильный сайт, и если мне нужно было, например, что-то поправить на сайте, не знаю, какую-нибудь неточность, какую-нибудь там дату поправить или какую-нибудь опечатку, я просто заходил в мобильный браузер, открывал редактор кода и правил, и коммитил, и в итоге, если у вас на сайте еще и установлено какой-нибудь continuous delivery, то есть все, что закомичено в мастер, попадает на сервер, мы немножко говорили об этом, когда мы говорили про workflow, новую систему гитхабовскую, ну, в общем, об этом в отдельном видео. Так вот, это все очень здорово помогало делать какие-то правки на ходу. Но, знаете, иногда ты делаешь правку вот такую, и думаешь, а сломается или не сломается. И вроде бы для этого можно отправить pull request, и там workflow проверит это все, и если упадет... Ну, то есть иногда хочется прямо взять и запустить тесты, проверить. Но это нельзя сделать в браузере. В браузере у вас просто текстария с маркдауном, ну, или что вы там правите у себя. И получается, что, ну, то есть вы можете на ходу без вашего рабочего окружения, без вашего стационарного компьютера что-то делать, но это все немножко не то. И в итоге получается, что вы ограничены. То есть чтобы сделать какие-то правки, вы обязательно должны находиться не только за десктопным компьютером, ноутбуком или что-то типа того. Вы еще и должны иметь свое окружение или возможность его склонировать, развернуть, установить и так далее. Это здорово ограничивает. GitHub Codespaces позволяет вам сделать это прямо в браузере. И давайте на примере подкаста WebStandard, который на самом деле живет и развивается вот прямо на GitHub в репозитории, так вот давайте зайдем туда и попробуем создать черновик для 250-го выпуска, но прямо в браузере. В репозитории WebStandards.ru слэш подкаст. Здесь, собственно, живет подкаст. Если бы я пытался делать это на ходу, как обычно, я бы сделал что-то вроде того, нажал на кнопку редактировать, потом открыл бы вот здесь, начал делать правки, потом бы написал commit, закоммитил в мастер или открыл бы pull request, ну вот что-то подобное. Сейчас мы сделаем немножко иначе. Идем сюда и вот в эту зеленую кнопку. Здесь теперь есть, кроме GitHub Desktop скачать и склонировать, есть еще вариант Open with Codespaces. Нажимаем на него, и пока кодспейсов для этого репозитория нет. Давайте его создадим. Открываем. И сейчас он будет думать и готовить. Пока там все загружается, давайте подумаем, что вообще там происходит. Пытаемся понять. Вообще это какой-то образ виртуальной машины, видимо, на Linux, Ubuntu может быть, на котором раскатан, видимо, докер-образ какого-то окружения, дефолтного окружения, куда потом клонируется ваш проект, потом там запускается приложение VS Code. Да, VS Code. Мы сейчас посмотрим. И там открывается ваш проект. И в итоге у вас полноценная консоль, полноценное окружение, именно то, которое вы ожидаете. Ну, поэтому это занимает некоторое время, чтобы развернуть, как вы понимаете. Но, кажется, уже развернулось. Давайте посмотрим. Что ж, смотрите. Значит, мы открыли VS Code. Подождите, какой VS Code? Нет, это не VS Code. Это загрузился наш Code Space, в котором открылся наш репозиторий. Это, конечно, фантастика. Да-да-да, полноценный VS Code. Смотрите, тут можно делать все, что вам нужно. Даже меню есть со всеми этими опциями VS Code, файлы. И тут у нас открылось то самое окружение. Давайте посмотрим, что там есть. Ну да, это обычный наш репозиторий. LS-команда работает, значит, там какой-то Unix, видимо. Прекрасно. Что там еще есть? Давайте закроем. Господи, горячие клавиши из VS Code работают. Какая фантастика. Так вот, readme. Это у нас файл, в котором я собираюсь делать правки. Как я обычно все эти правки делаю, я прямо в мастере обычно это не делаю, я все-таки собираю отдельную ветку. Так что давайте заведем отдельную ветку от мастера, назовем ее 250. Именно такой номер выпуска следующего. Завели. Мгновенно все произошло. Ну и давайте делать правки. Что я делаю? Я в readme завожу следующий эпизод, как ссылку на него. 250. Ну и здесь еще в списке нужно добавить ссылку, чтобы она стала ссылкой. Так что копирую. 250. 250. Так, в readme все готово. Знаете, я пытаюсь автоматически нажать Command S, чтобы сохранить, но кажется, редактор не показывает, что мне нужно что-то сохранять. То есть индикатора сохраненности или несохраненности файла нет. Кажется, в Codespaces файл сохраняется по умолчанию. То есть просто вы редактируете, они тут же, может быть, у них нет даже состояния сохранено или несохранено, просто вы печатаете, и вот они, правки. Не знаю, но вот так оно по ощущениям. В общем, давайте продолжать. Это понятно, это readme. Что нам еще нужно сделать? Нам нужно создать новый эпизод. Папка Episodes. И, собственно, здесь есть 249. Давайте его выделим. И тут же создадим 250. Вставим в него все, что нужно. Ну и так, дата будет примерно 5 октября. Выпуск собирается выйти. Здесь to do. Ведущий будет те же самые. Здесь placeholder для главы в подкасте. Тут to do, чтобы не забыть. Так, это все мы удаляем. Удаляем. Ну и здесь в show notes будут совсем другие ссылки, поэтому тоже удаляем. Вот ничего я могу себе поделать. Нажимаю Command S. Так, что еще? Ну и давайте, наверное, добавим главу, которая, собственно, точно будет. Событие. Ну и, в общем, шаблон выпуска готов. Ладно, сделали. Но чем это отличается от того, чтобы ты открыл в текстаре тот же самый markdown он и сделал правки. Но давайте кое-что попробуем еще. Давайте попробуем протестировать те правки. Да, у нас в репозитории есть тесты на выпуски. Что они проверяют? Это хорошие выпуски или нет? Не совсем. Они проверяют, нет ли опечаток в show notes. Есть такой пакет, называется Яспеллер. Яндекс его делает. Он связывается с серверами Яндекса через API и проверяет, нет ли опечаток. Понятное дело, что сервера Яндекса и вообще сервер Яспеллер не знает некоторых жаргонных словечек, некоторых фамилий, имен и так далее. Поэтому у нас есть большой список исключений. Вы можете почитать, а этот список считается сам по себе довольно интересно. Какие слова Яндекс не знает, не считает правильными, и какие мы употребляем даже в письменной речи. Но речь не об этом. Когда мы публикуем подкаст, мы в show notes хотим писать без ошибок. Поэтому мы запускаем тесты автоматически, вручную. В общем, прежде чем что-то отправить, было бы классно протестировать это. И благодаря кодспейсис, благодаря тому, что это полноценное окружение, мы можем сейчас это сделать. Давайте откроем консоль и напишем здесь npm test. Что-то не то. Что-то не то. Смотрите. А все дело в том, что надо зависимости поставить. Мы же смотрели сюда. LSLA в папке node modules нет. Давайте сначала поставим npm install. Пока ставятся зависимости, давайте попробуем пофантазировать, что еще можно интересного делать здесь. На самом деле, можно было бы еще и деплоить отсюда. То есть представьте, что у вас автодеплой не настроен, но все скрипты, допустим, есть прямо вот в пакетже Sony, например, где-нибудь npm скрипты, которые деплоят все это. Или любые другие скрипты. И вы заходите в ваш репозиторий вот в кодспейс такой из любого места, с любого вообще устройства. И раз и задеплоили. То есть у вас есть ваше окружение. И более того, вам не нужно иметь доступ к 22 порту, чтобы деплоить. Я частенько сижу в кафе и где-нибудь на краю света, и мне нужно задеплоить какую-то часть сайта в интернет. И я такой, хоба, подключился, классно. А они такие, нет, ходите только в интернет по 80-му порту SSH. Вы же хакер, наверное. Зачем вам 22-й порт? Или какой там порт SSH? Я уже даже не помню. Кажется, 22-й. И получается, что вы можете получить такое вот окошко в удаленный сервер прямо в браузере и в командной строке там запустить все нужные команды, и ваш rsync, SSH или что-нибудь подобное сработает. Где-то там далеко, где никаких ограничений на хождение по портам нет. Очень здорово, правда? Ну ладно, зависимости поставились. Давайте теперь снова запустим NPM-тест. Поехала. 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 Во. Во. Пошли выпуски тестироваться. Пошли тестироваться. Ну, пока ошибок нет. Давайте он дойдет до нашего 250-го. А, уже, кажется, дошел. Да, тут очень странный порядок в этих Unix-ах. Ошибок нет. Все очень здорово. То есть мы можем закоммитить все это. Да-да-да, прямо отсюда. Смотрите. У нас есть правки в Rhythm. Он подсвечивает, где они. Ну, что я вам рассказываю? Это же обычный WS-код. И есть правки в, собственно, в новом файле. У нас есть новый файл. Давайте заведем этот черновик, стейджем и пишем. Заводит черновик 250-го выпуска. Ну, и давайте опубликуем нашу ветку 250-ую. О, опубликовал. Давайте посмотрим, где она вообще там. GitHub, WebStandards, подкаст. Да, у нас есть 250-ая ветка, и можно из нее сделать pull-request, ну, или докоммитить в нее, когда будут какие-то новые правки, когда непосредственно появятся show-ноуты. Мы только что сделали черновик. Это все, конечно, очень круто, и я надеюсь, я показал вам, как это может быть полезно иметь свое окружение где-то там, вот, привязанным к GitHub'у из любой точки мира, с любого устройства. Но я вам только что показывал это на обычном ноутбуке. Вот у меня тут стоит ноутбук, и я записываю его экран, как я делаю все это. На этом же ноутбуке у меня есть WS-код, в котором есть все то же самое. Так что я усложняю? На макбуке у меня есть нода, там у меня есть все зависимости уже стоят. Кого я тут путаю? Что вообще такое? Может быть, как-нибудь по-другому это сделать? А давайте, давайте попробуем прямо сейчас сделать все то же самое, ну, или что-то похожее на каком-нибудь устройстве, на котором никакого WS-кода нет, никакой ноды нет, и не предвидится. давайте возьмем обычный iPad, откроем его, подключим клавиатуру, и попробуем покодить. Открываем. Ставим куда-нибудь сюда. представим, что мы в кафе в каком-нибудь сидим. Вот у нас iPad. Ну, можно к нему какую-нибудь обложку прикрутить с клавиатурой, но я для этого использую обычную бультузную клавиатуру. Давайте ее включим, подключим к нашему iPad, и посмотрим, что получается. Вот у нас наш репозиторий. Давайте откроем здесь код space, также, который у нас уже создан. Все грузится, грузится, но каждый чуть быстрее, чем при изначальном. Я заметил, что когда все грузится в первый раз, оно, видимо, поднимается, поэтому все занимает чуть больше времени. Когда грузится во второй, в третий, в какой-то раз, оно все уже где-то развернуто и ждет, пока вы к нему вернетесь. Давайте, собственно, что-нибудь полезное сделаем на нашем новом неожиданном устройстве, на котором обычно ничего разработческого сделать нельзя. Вот у нас здесь загрузился наш readme, загрузился тот же самый файл. Немножечко по-другому все выглядит, потому что, кажется, GitHub еще не синхронизировал все настройки моего VS кода, но все впереди. Открываем снова 250-й файл, пишем что-нибудь. Наверняка мы помянем в выпуске наш календарь событий, поэтому давайте здесь напишем календарь событий и здесь добавим ссылку. Опять, ничего сохранять, как будто бы не нужно. Пойдем сюда, застэшим, посмотрим правки. Да, добавили ссылку и напишем добавляет ссылку. Нажимаем синхронизацию. Да, да, да. Окей. Синхронизирует он все. И все, все на месте. Мы можем снова пойти проверить GitHub, подкасты. И да, мы только что получили какие-то правки в наш выпуск, и все они прекрасно видны здесь. Давайте посмотрим, есть ли они на десктопе уже. Вернее, не на десктопе, а в нашем окружении, которое развернуто прямо в браузере. Синхронизировано оно или нет? Да, видите, оно синхронизировалось. То есть вы можете открыть ваше окружение в нескольких местах, и оно все будет синхронизироваться, и может быть даже одновременно все это править. По правде говоря, редактировать на десктопе было проще. То есть в Хроме все прекрасно работало. Наверняка прекрасно будет работать в других браузерах на основе Хромиума тоже. Когда я пытался открыть кодспейсы в Firefox, он долго не мог загрузиться, кидал какие-то ошибки, но в общем не идеально. Вы видели прямо сейчас, я открывал кодспейсы в Safari, и там все было плюс-минус нормально. То есть был некоторый лаг, когда я пытался привычным образом быстро навигировать по тексту с клавиатуры, но в целом, знаете, ничего криминального. То есть работает. В общем, неотличимо от магии, да? Я уверен, что вы придумали с десяток способов все это как-нибудь еще по-другому использовать. Я показал только самый простой. Но можно все это еще и настроить. То есть положить в корень вашего проекта какой-то конфиг, который будет показывать, какие образы раскатывать, какие порты форвардить, что вообще и как делать именно нужное вам. А так, ну вот, если редактировать какие-то markdown файлы, какие-нибудь npm, запускать тесты и все остальное, оно прямо вот сходу работает. Вообще ничего не нужно делать, никаких конфигов заводить. Работает по умолчанию. Но это все на сегодня. Я рассказал вам про простую фичу GitHub Code Spaces. Я надеюсь, вы скоро получите доступ к этой бете, или она станет публичной для всех, и вы сможете это тоже попробовать. А пока вы сказываетесь, как вы считаете, полезно это, бесполезно, пригодится вам это или нет для сложных случаев, для простых случаев. Давайте пообщаемся в комментариях. Напоминаю, что это видео первым увидит патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующее видео первым, обязательно становитесь патронами. Любая скромная сумма меня порадует и поддержит вот этот весь проект. А если вам и так хорошо, ну, пожалуйста, видео будет на день-два позже, и вы тоже прекрасно увидите. Поэтому, если нет, лайки, дизлайки, подписывайтесь, и давайте пообщаемся внизу в комментариях. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok